Когда мы говорим о военных самолетах, в первую очередь напрашиваются ассоциации с верткими истребителями, невидимыми разведчиками или грозными бомбардировщиками. Огромные скорости, неуязвимость, защищенность от радаров, тонны вооружения на борту. Это применимо практически ко всей военной авиации. Но есть и исключения. Сегодня мы познакомимся с самыми большими военно-транспортными воздушными судами в мире, поражающими грузоподъемностью и габаритами. Airbus A400M A400M от Airbus Military – один из самых совершенных турбовинтовых военно-транспортных самолетов в мире. Сегодня это самый универсальный авиалайнер, который может вместить 37 тонн и взлетать с максимальным весом 141 тонна. Первый полет Airbus A400M состоялся в декабре 2009 года, а первый экземпляр поступил на службу военно-воздушных сил Франции в августе 2013-го. Самолет может использоваться для перевозки тяжелых и негабаритных грузов и персонала с возможностью дозаправки в воздухе. Он оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями Europop International TP400D6, приводящими в движение две пары восьмилопастных винтов. Дальность полета составляет 8700 километров, а максимальная крейсерская скорость – 555 километров в час. Xean Y-20 Первый в Китае тяжелый военно-транспортный самолет Y-20, разработанный в Индии, был построен Сианской авиационно-промышленной группой для военно-воздушных сил Народно-освободительной армии. Длина самолета составляет от 44 до 47 метров, высота – 18 метров, размах крыльев – 50 метров. Максимальная взлетная масса самолета составляет приблизительно 220 тонн, а максимальная грузоподъемность – 66 тонн. Силовая установка прототипов Y-20 состояла из четырех турбовинтовых двигателей D-30KP-2, а серийный самолет оснащен мотором WS-20 – самым мощным авиационным двигателем, разработанным в Китае. Двигатель развивает тяговую мощность 14 тонн и более экономичен. Он заменил менее мощный и менее эффективный российский D-30KP, который генерирует 10,5 тонн тяги. Двигатель прошел испытания на самолете Ил-76 в течение 2014-2015 годов. Ан-22 Антей Один из самых старых, но самых мощных турбовинтовых самолетов разработан еще в 1964 году. На момент разработки грузоподъемность составляла 50 тонн, но позже ее увеличили до 60 тонн. Ан-22 совершил свой первый полет с аэродрома Святошина в Киеве в феврале 1965 года. К январю 1976 года было выпущено 66 самолетов Ан-22, включая варианты Ан-22А. До сих пор сохранилось всего шесть экземпляров. Самолет имеет широкий грузовой отсек объемом 638,8 метра кубического для размещения негабаритных грузов. Он оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями Кузнецова НК-12МА, приводящими в движение четыре винта с противоположным вращением. Силовая установка обеспечивает максимальную скорость 740 км в час и дальность 5250 км. Кроме советских военных формирований периода Афганской войны, участия в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, самолет эксплуатируется ВВС РФ. Си-17 Глобмастер-3. Военно-транспортный самолет с высоким крылом, разработанный Макдоналлом Дугласом, сейчас это компания Boeing, для ВВС США. Он способен перевозить тяжелые негабаритные грузы, а также войска на небольшие и плохо подготовленные аэродромы в отдаленных районах. Максимальная взлетная масса самолета составляет 265,3 тонны, а грузоподъемность 74 797 кг. Первый самолет Си-17 был введен в эксплуатацию ВВС США в январе 1995 года. На сегодня Boeing построил более 259 самолетов Си-17 для 36 заказчиков-экспортеров. Самолет активно использовался во время операции совместной усилия и операции союзников в Косово. Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями Pratt & Whitney PW2040, которые развивают тягу в 180 кН каждый, обеспечивая крейсерскую скорость 833,6 км в час. Максимальная дальность полета с грузоподъемностью 18,1 тонны составляет 10 390 км, которую можно увеличить при дозаправке в воздухе. Lockheed C-5 Galaxy Стратегический транспортный самолет Lockheed Martin C-5 Galaxy впервые пустил на вооружение ВВС США в 1986 году. ВВС США эксплуатируют 126 самолетов Си-5 серии А и Б, но постепенно выводят из эксплуатации ряд самолетов Си-5А. Си-5Б способен нести максимальную полезную нагрузку до 118 387 кг на дальность до 5526 км, которую можно увеличить заправкой в воздухе. Тяжелый транспортно-логистический самолет имеет конструкцию консольного высокопрофильного моноплана с отказоустойчивым фюзеляжем из полумонококового алюминиевого сплава. Первый Си-5 Galaxy поступил на вооружение ВВС США в 1970 году, а Си-5М был введен в эксплуатацию в 2009 году. Си-5М длиной 75,5 метров и высотой 19,8 метра позволяет одновременно выполнять быструю погрузку-разгрузку с передней и задней частей. Си-5М Супер Галакси может летать с нормальной крейсерской скоростью 834 км в час с максимальной дальностью полета 7000 км. Силовая установка состоит из четырех турбовинтовых моторов GECF-80C2, генерирующих тягу в 225 кН каждый. Ан-124 «Руслан» Ан-124 «Руслан» разработанный КБ Антонова – крупнейший в мире военно-транспортный самолет благодаря его гигантской взлетной массе 392 тонны. Ан-124-100 может нести полезную нагрузку в 120 тонн, и способен перевозить тяжелые негабаритные грузы, а также различные боевые машины и оборудование. Интересно, что в 2011 году на этом самолете из Канады в Ирландию был доставлен железнодорожный локомотив весом в 109 тонн. Первый полет Ан-124 «Руслан» состоялся в декабре 1982 года. Самолет имеет грузовой отсек с передними и задними грузовыми шлюзами, которые обеспечивают быструю погрузку-выгрузку тяжелых грузов с легкостью. Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями «Ивченко Прогресс» Д-18Т с тяговым усилием 229,85 кН каждый. Многоколесное шасси Ан-124 обеспечивает взлет и посадку с грунтовых полос. Самолет имеет крейсерскую скорость от 800 до 850 км в час и дальность полета 7500 км. Сегодня 16 экземпляров Ан-124 эксплуатируются в составе Воздушно-космических сил РФ.